Баинь – городской округ провинции Гансю. Его название переводится как «белое серебро» и вполне отражает суть. С древних времен там добывают цветные металлы. Развивается в городе не только добывающая промышленность, но и химическая, а также сельское хозяйство, наука и техника. Год назад Брест и Баинь подписали соглашение о намерениях по развитию торгово-экономических связей. Состоявшийся визит – первый с момента подписания. Мы знаем, что в Брестской области много хороших сельскохозяйственных объектов. Поскольку провинция Гансю также сельскохозяйственная, ее представители интересуют сотрудничество в данной сфере. Кроме того, в составе делегации есть люди, которые занимаются бизнесом в недвижимости, торговле. Если в рамках визита мы найдем интересные проекты, сотрудничеству быть. В составе прибывшей в Брест делегации представители правительства, а также деловых кругов. Бизнес последних направлений имеет самые разные. Это и строительство, и торговля, и производство. Провинция Гансю с Белоруссией уже реализовывала успешные совместные проекты. Если в ходе визита на Брещину стороны найдут точки соприкосновения и взаимный интерес, сотрудничество будет продолжено. В настоящий момент город над Бугом и Китайская Народная Республика в целом ведут активный диалог и наращивают экономическое взаимодействие. За эти первые 4 месяца, в этой статистике, у нас отгружено на экспорт около 700 тысяч долларов США. По сравнению с прошлым годом у нас было 50 тысяч. Идет значительный рост в стадии экспорта в Китайскую Народную Республику. Поэтому, говорите, есть большой потенциал, рынок очень большой и это очень выгодно для нашего предприятия экспортировать продукцию в Китайскую Народную Республику. Удалось ли найти точки соприкосновения, покажет время. Но уже сегодня ни для кого не секрет. Китайский рынок открывает большие возможности и перспективы. Белорусские предприятия, которые смотрят в будущее, стремятся найти там свое место. В помощь диалогу и сотрудничеству развитие масштабного проекта «Один пояс и один путь».